Львы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на ноябрь месяца. Что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца? В конце расклада я возьму для вас карта совета и посмотрим, что вам высшие силы советовать на протяжении всего месяца. И первая карта для вас на начало месяца – карта пятерка кубка. Вы входите в такую энергию боли, страдания, разочарования. Но хочу сказать, постарайтесь. Здесь могут быть какие-то конфликты именно с вашими близкими. Может быть, ваши мужья, ваша жена, ваши братья, родственники, мама, папа. Но здесь ваши кровники будут какой-то конфликт. Этот конфликт для вас будет, знаете, как вы будете потом себя за это как-то винить, как-то жалеть, как-то ваша энергия будет больше как-то в разочаровании. Поэтому всё-таки обращаем внимание и стараемся в начале месяца ни с кем, ни именно из ваших близких, родственников, кровников не ссориться. Давайте посмотрим следующую карту. Следующая карта – карта правосудия. Карта правосудия говорит о том, что будьте справедливы по отношению к вам и по отношению к другим людям. Если люди что-то делают несправедливо по отношению к вам, поверьте мне, что справедливость есть, и она всегда восторжествует. Дайте возможности высшим силам решать. Дайте возможность. Не вы, Бог, чтобы что-то решить, а есть кто может наказывать или как-то за это, за какой-то поступок, по справедливости наказывать кого-то. Но не вы. Поэтому стоит всё-таки от этого ограждаться и не дать себе вот именно такими ситуациями, да, делать себя больно на душе. Давайте посмотрим следующая карта на начало месяца. Это карта девятка мечей. Осознание, переосмысление, понимание. Есть такие ситуации, когда нужно отпускать людей из вашей жизни. Но почему-то вы этого не хотите. Вы думаете, что несправедливо, да, отпускать человека. Всё-таки у нас семья, дети, что я не смогу. Но приходит время, когда нужно это осознать. Даже если это больно, даже если тяжело, даже если это давно, вы всё-таки должны понимать, что нужно что-то отпускать. Нужно от чего-то уходить. Нужно от чего-то освобождаться. Давайте посмотрим следующая карта, да. Следующая карта на середине месяца. Туз кубков. Туз кубков, да, это могут быть касаться... Знаете, вот я хочу сказать, ещё может касаться между каких-то братьями, между какие-то там мама, папа, да, муж, жена, да. Какие-то ситуации, которые для вас будут неприятны. Которые для вас очень будут, знаете, вот болезненны. И если вы хотите от этого отграждаться, старайтесь не входить в таких разборки, да, в каких-то таких ситуациях, которые, может быть, есть какая-то ситуация, в которой нужно разделить имущество, да, с вашими родственниками, там, родные, братья, да, какие-то из-за детей. Вот просто нужно понимать, что всё, что будет ваше, оно будет ваше поправе. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта, десятка Пентакли. Очень много идёт этот расклад для тех людей, которые хотят разводиться, хотят расстаться, хотят вот имущество разделить, да, и здесь нету договорённости. Здесь есть очень много конфликта, здесь есть очень много боли, здесь есть очень много страданий, и здесь есть очень много недопониманий именно с родственниками. Мои дорогие, поймите, если вы хотите, даже не важно, вы одинокие в отношении, но здесь всё-таки касается ваша ситуация с кровников на ноябрь месяца. Если вы хотите не быть после этого с душой, да, разбитой, стараться, да, не воспринимать, да, таких людей, может быть, не близко к сердцу, а просто дать себе понять, что в жизни такое тоже есть между своими близкими или своими кровниками. Давайте посмотрим следующая карта на середине, это карта повешенной. Карта повешенной идёт, что вы на середине месяца из-за этих ситуаций вы идёте как жертва. Вы идёте, что вы не развиваетесь, у вас как будто всё останавливается, у вас как будто всё на подвешенной состоянии. Но поймите, если вы хотите выйти из этой состояния, если вы хотите развиваться, да, для чего-то нового, вы должны что-то отпускать. Может быть, есть какая-то ситуация, да, осознание, что всё-таки всё ежилось, да, всё-таки нужно от этого освобождаться, отпускать. Давайте посмотрим следующее. Может быть, здесь есть ещё такая ситуация, что сохранить брак, да, из-за детей, да, и здесь вот из-за этого тянется ситуация. Давайте посмотрим следующая карта, да, на конец месяца, четвёрка мечей. Исцеление. Может быть, вот именно ноябрь месяца брать себе время, подвешить какую-то ситуацию, в какой-то момент брать какое-то время и понимать, и осознать то, что вы хотите. Хотите быть там, где нет счастья, где нет уже, нет стабильности, нет ничего благое, и хотите это сохранить, это ваше право. Или всё-таки хотите через это страдание, через это боль, пройти этот урок и дать возможности встретить что-то новое или получить что-то новое, то, что есть, да, по вашей, да, может, карме, да, по вашей судьбе. Давайте посмотрим следующая карта, следующая карта, двойка жезлов. Ну, вы, знаете, как говорится, вы привязаны к тем местам, к тем обстоятельствам, к тем ситуациям, которые на сегодняшний день у вас происходят. Пока какое-то решение идёт даже в ноябрь месяцы на подвешенность, да, ничего не решается. Здесь всё-таки придётся какой-то выбор у вас сделать. Но хочу для некоторых сказать, что здесь могут быть идут какие-то родовые какие-то привязки, связи. Здесь какие-то связи кармические могут быть и сексуальные связи. Поэтому обращаем внимание, мужчина и женщина одинокие, если у вас что-то не получается, построите отношения или что-то стабильное, поверьте, здесь всё-таки нужно поработать над собой, усиливать свою энергию, усилить, открыть свои дороги, да, почистить себя и освобождать от того, что идёт, да, через исцеление, через освобождение, да, то, что я могу как мастера для вас это сказать. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта, карта совета, что вам высшие силы для вас советовать. Карта умеренность. О чём я вам говорю, здесь может быть касаться выбора. Здесь два ситуации, которые может быть породовая, да, то, что вы кровники, у вас какие-то ситуации, разделения, разводы. Но ещё хочу сказать, что здесь может быть, что вам нужно понимать и принять решение освобождаться от какой-то родовой связи, от какой-то кармический связи, с каким-то человеком, который вы прошли, или сексуальной связи. Конечно, решение за вами стоит, конечно, за вами стоит выбор. Конечно, это общий расклад, мои дорогие. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новое видео, подписываемся на YouTube-канале.